Добрый вечер! Начинаем 45-й урок по книге Шмот в недельном разделе ИТРО. Снимаемся мы с Эритадиброд, Декалогом, Десятью речениями. И сегодня мы подходим уже к последнему из десяти речений. Не пожелай, Лот Ахмод, не пожелай дома твоего ближнего, не пожелай жены твоего ближнего, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни его осла, ничего, что принадлежит твоему ближнему. Прежде чем мы подойдем к детальному разбору этой заповеди, имеет смысл обратить внимание на общую структуру Декалога, на общую структуру Десяти речений. Известно, что они были расположены на двух, написаны на двух скрижалях. Первые пять заповедей на первой скрижале, принято указывать, что они относятся именно к заповедям Бен Адам Лымаком, то есть к заповедям по отношению к Богу, в отличие от второй скрижали, где заповеди, регулирующие отношения между людьми, Бен Адам Лыхаверо. Так вот, первая заповедь, по крайней мере, первое речение «Я Бог твой, который вывел тебя из Египта», уже очевидно, точная следующая заповедь, «Не делай себе изваяния никакого изображения, запрет и долопоклонства, не поклоняйся им и не служи им, ведь я Бог твой, Бог твой вивнитель, карающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения». Дальше, следующая заповедь, после запрета многобожия, заповедь «Не произноси попусту имя твоего Бога». Обратим внимание, что начинается все здесь с заповедей, то, что называется «ховот», «халивавот», так английские мудрецы разделяют заповеди на большие группы. Есть «ховот айварим», то есть это обязанности, которые ложатся на тело человека, то, что он обязан сделать телом, он обязан одеть тфелин, он обязан есть мацу в Песах, он обязан молиться, он обязан просить прощения, если он сделал что-то против другого человека, ему запрещено воровать, ему запрещено убивать и так далее, и так далее. Все это «ховот айварим», то есть это обязанности, относящиеся, которые человек конкретным действием или, наоборот, воздержанием от действия выполняет. А есть «ховот айварим». То есть есть обязанности, которые ложатся на сознание человека, на его мысли, что он должен думать, что он должен на его мировоззрение, как он должен представлять, как он должен воспринимать, и в том числе и на чувства тоже. Так вот, если первые заповеди здесь на первой скрижали касаются, начинается все с «ховот айварим», с того, что человек должен мыслить, вера в единого Бога, запрет многобожия, затем приходит, следующая заповедь касается уже речи. Спускаемся на одну ступеньку. Не сразу переходим от сознания к деяниям, а есть еще и посредине речь. Не произноси имя Бога попусту. Затем заповедь субботы, это уже конкретно как относится к «ховот айварим», это уже то, что это заповеди, относящиеся к конкретным делам, что человек, что ему нельзя делать субботу, и что он должен делать субботу. Шамор, Захор, соблюдение субботы, воздержание от милохода субботу. И Захор, помни день субботний, то есть кедуш, олег шаббат и так далее. И последняя заповедь на пятой скрижали, «Кабейзетавиха вайтимеха», «Почитай свою мать и своего отца», хотя, казалось бы, «почитать» – это снова так воспринимается по простому значению текста, особенности в переводе на русский язык. Почитать, уважать. Уважать – это вроде тоже уже отношение в сердце, хотя, на самом деле, имеется в виду совершенно другое, а обязанность «кебу да ваэм» – это означает заботиться о потребностях родителей и удовлетворять их. Потребности в пище, питье, крови над головой и так далее и тому подобное. То есть это уже снова конкретные действия, которые обязан человек совершать по отношению к своим родителям, удовлетворению их потребностей. Итак, путь здесь был от мыслей к действиям через речь. Иными словами, по отношению к Богу идея такого построения, она очевидна, бросается в глаза. То есть по отношению к Богу нельзя удовлетвориться только тем, что человек имеет в своем сознании, в своем сердце то, во что он верит, то, что он думает, то, что он чувствует. Это должно реализоваться и в конкретных делах, и в конкретных речах, словах его, и в конкретных делах. Теперь мы переходим на вторую половину, вторую скрижаль. Там заповеди, уже относящиеся к людям, там увидим порядок обратный. Не убивай. Действия. Не прелюбодействуй. Опять же действия. Не кради. Снова действия. Не давай ложных свидетельств. Оп, спустились после трех заповедей, которые говорят о действиях, спустились к речи. Не давай ложных свидетельств о своем ближнем. Запрет лжесвидетельства. И, наконец, последняя заповедь. Не пожелай. А это уже казалось бы, по крайней мере, так оно воспринимается снова по простому прочтению текста. Не пожелай. И это уже уже желание. Ховота, львовота. Это уже обязанности сердца. То есть, здесь порядок обратный. Что означает? Что в заповедях между людьми этим-то, пожалуй, десятисловий отличаются от любого кодекса и от любых норм моральных и нравственных, которые существуют среди человечества. Потому что распространяются они не только на действия, не только в том, чтобы как-то обустроить общество, в котором люди бы не наступали друг к другу, на ноги не толкались, не воровали и не делали прочих гадостей. А прежде всего здесь помимо действий, помимо того, что обязаны люди делать по отношению друг к другу и помимо того, что им запрещено делать по отношению друг к другу, есть еще и обязанности, касающиеся того, что они должны чувствовать по отношению друг к другу. Не пожелай. Так пишут комментаторы по поводу строения декалога. Но вот это последнее утверждение допозволено нам будет его подвергнуть сомнению. Почему? Да потому что Талмуд, мудрецы Талмуда, Медрашей, вовсе не уверены в том, что вот эта вот заповедь «Лот Ахмод, не пожелай», она касается именно «Ховот Аливавот», именно сердца и мысли человека. Почему? Начнем с того, что в Торе вот эта вот фраза, она высказана в двух местах. Один раз она высказана здесь. Лот Ахмод, что переводится на русский язык «не пожелай». Хэнда, желание, стремление. А в книге Дворин, в пятой главе, там сказано другое слово. Лотит Аве, отсюда существительное Таава, влечение. Ну, как это перевести на русский язык уже глаголом? Не влекись, вряд ли. Ну, скажем, не вожделей. Немножко старославянское слово, которое пахнет синодальным переводом Торы, но, по крайней мере, как-то надо разделить. Значит, здесь у нас условно будем принимать Лот Ахмод «не пожелай», «не пожелай», а там в книге Дворин написано «Лотит Аве», и снова там идет перечисление кого, по отношению к чему есть вот это вот требование. Не вожделей дома своего ближнего, ни его поля, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни осла, ничего, что у твоего ближнего. Очень похоже на то, что сказано у нас, но глаголы разные. У нас Лот Ахмод, а в книге Дворин «Лотит Аве». Случайно ли это? Случайно? Почему разные слова? Если разные глаголы, которые, в общем-то, переводятся, переводятся, понимаются довольно близко, то тогда почему они разные? И мудрецы в «Михильта» это сборник «Мидрашейра» «Бешиман Бар-Юхае», говорят мудрецы так. «Лот Ахмод», то, что сказано в «Десятисловии», здесь в книге «Шмод», имеется в виду «Не пожелай», но следует понимать это больше как «Не домогайся». А вот ниже уже сказано «Лотит Аве» «Не вожделей», чтобы запретить не только действие, но и желание вожделения подобных действий. Откуда мы узнаем, что возжелавший в конце концов ограбит? То есть то, что имеется в виду здесь в нашем случае, имеется в виду такое желание человека, которое приводит в конечном итоге к тому, что он начинает домогаться, он начинает домогаться той вещи, которую ему захотелось. Так сказано у пророка, «Возжелали полей и похитили». То есть началось с того, что человек, увидев у своего соседа хорошее поле, он его пожелал, возжелал, окончилось тем, что он его отобрал, похитил. Вожделение, то есть таава, это то, что в сердце у человека. И снова приводится здесь пример для того, чтобы оправдать такое оптимание. «Ибо вожделеет душа моя поесть мясо». Ки таава навши, то есть желание, это именно слово таава, а вот хымда, вожделение, таава, а хымда, которое мы условно договорились переводить как желание, это именно в действии, как сказано. Тора предупреждает по отношению к идолам, «Не пожелай серебра и золота, которые на них, чтобы взять себе». То есть не пожелай, что имеется в виду, не думай, как хорошо, какая замечательная золотая статуя или статуэтка какого-нибудь божества. Нет, имеется в виду, не пожелай, чтобы взять себе, чтобы добро не пропадало. Это имеется в виду. Значит, мы ведем порядок. Утверждают наши мудрецы, что то, что написано в последнем речении из декалога, из десятисловия, лотахмод, что мы перевели как «Не пожелай», имеется в виду «Не домогайся». То есть если тебе захотелось какую-то вещь, тебе понравилась какая-то вещь, которая принадлежит другому человеку, что делать? Так уж Бог судил, что она принадлежит не тебе, а принадлежит другому человеку. И он тебе уступить эту вещь не готов. Не домогайся, то есть не делай действия, определенные усилия, которые приведут к тому, чтобы в конечном итоге человек, не желая того, не имея желания того, в конечном итоге тебе эту вещь уступит. Вот в чем запрет. То есть запрет здесь на действия, происходящие от желания. Слово «желание» означает, спроси любого человека, что такое желание. Желание – это желание. Совершенно верно. Мы не собираемся здесь устраивать новые слова. И речь идет не о том, что означает слово «желание», в отличие от слова «вожделение». Не это то, что нас интересует. Дело в том, что здесь мы занимаемся текстом юридическим. А берем любой юридический текст, то нельзя утверждать о значении слов в юридическом тексте на основе словаря или чего-нибудь подобного. Да потому что в юридическом документе текст, слово в тексте имеет то значение, которое договорено, что оно там имеет. Соответствует с юридической наукой. Если мы договорились, что слово такое-то означает следующее, то тот, кто принесет словарь Оржегова или еще какой-нибудь словарь другой русского, языка, и словарь Вебстер, и словарь британский, и еще что-нибудь, он нам ничего не докажет, потому что люди договорились, что это будет значение такое. То же самое здесь. Поскольку Тора это не художественная литература, это не литературное произведение, а это книга заповеди, и мы сейчас изучаем заповеди, заложенные в десяти слове, то здесь отношение должно быть именно такое, что на языке юридическом Торы означает слово хэмда, в отличие от слова тава, что означает глагол лахмод, в отличие от глагола лейтавод. Так вот, утверждение что слово хэмда, лот ахмод, которое написано здесь, имеет в виду такое желание, у которого есть конкретные практические последствия, когда человек начинает домогаться объекта своего желания. И только когда он производит уже действие, когда он уже реально домогается, только тогда он нарушает этот запрет. А если он просто хочет, желает, сидит и вздыхает, и кроме как вздыхать, он ничего не делает, тогда он этот запрет не нарушил. Этот, но он нарушил другой запрет, тот, который написан в книге дворин, лотит аве, не вэшделей, как мы условно это договорились переводить. Вслед за рабщимин барю хаймхильте рамбом в книге Аллахот, в книге, прошу прощения, в книге, в книге, в которой он перечисляет 613 митцвот, он занимает ту же самую позицию. Вот что он пишет, 265 заповедь, это запрещение применять различные уловки с целью приобрести нечто, принадлежащее кому-либо из наших братьев, сынов Израиля. И об этом его речении, не пожелай дома, и он цитирует наш стих, не пожелай дома твоего ближнего, не пожелай жены твоего ближнего, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни осла, ничего, чтобы лишить твоему ближнему. Значит, как Рамбом объяснил содержание этого стиха, это запрещение, здесь есть запрет, применять различные уловки для того, чтобы приобрести эту вещь, которую человек не готов тебе отдать. Имеется в виду, даже если он не готов отдать тебе ее за деньги, ты предлагаешь ему деньги, а он не хочет ее продавать, вещь ему дорогая, как память, ничего, и человек начинает придумывать уловки, как все-таки надавить, как заставить человека, чтобы он продал эту вещь. Сказано в Михильте, и Рамбом прямо говорит, откуда его источник, это та самая Михильта, сборник Медрашей, Рапшимин Барюхай, которую мы прочитали. Не пожелай, может быть, только на словах, прямо так спрашивает Михильта, может быть, запрет этот нарушается, когда человек только думает или говорит, ах, как бы хорошо купить мне эту вещь. Тора говорит, нет, изваяние богов, все эти идолы, сожгите в огне, и не пожелай серебра и золота, которые на них, и не бери себе. Не пожелай, не бери, не пожелай, всегда идет вместе. Бери, значит, слово не пожелай, вторил, а так может, имея в виду конкретное значение, не бери. Точно так же, как нарушитель закона, который желает золото и серебро, человек, который, что будет, если человек пожелал золото и серебра, которые на языческих статуях, которые на идолах богов? Если он пожелал, он нарушил запрет, не нарушил. Хотя он очень желает, он видит золотые украшения, которыми украшены, статую, какого-нибудь башка, ему очень-очень-очень хочется этого золота, он не нарушил ничего, никакого запрета. Но вот когда он возьмет это золото себе, для того, чтобы использовать его домашнем хозяйстве или еще в каких-то целях, вот только тогда он нарушит запрет, то есть только тогда, когда он сделает конкретное действие. Аналогично, и там стоит слово «Лот Ахмод», то же самое слово, что и у нас. Стало быть, как Лот Ахмод там, в случае с идолом, нарушается запрет только тогда, когда человек присваивает себе это золото, золотое украшение, которое было на идоле, точно также и по отношению к имуществу своего ближнего запрет нарушается только тогда, когда человек делает конкретные действия, уловки, домогается этой вещью. Так Рамбом в 265 заповедь, а потом он переходит в 266 заповедь, а вот это уже запрещение привязывается в мыслях, немножко корябый, русский перевод на другого нет, привязывается в мыслях к чему-либо из имущества, принадлежащего другому, и страстно желать приобрести это, поскольку такое страстное желание, оно приведет к изысканию уловок, с помощью которых можно было бы приобрести объект вожделения. Вот здесь следующая заповедь, она уже запрещает только одно желание, но эта заповедь записана не у нас, а в книге дворей в 5 главе. Этот запрет выражен в следующих словах, не вожделей, но тит-аве, дома своего ближнего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, ничего, что есть у твоего ближнего. И это не два запрета одного и того же деяния. То есть спрашиваю Трампом, коли у нас есть две фразы, которые очень-очень похожи, главное различие между ними – это разные глаголы используются, заранее скажем, это не единственное различие, есть еще одно различие. У нас сказано, не пожелай дома твоего ближнего, не пожелай жены твоего ближнего, ни его раба, ни его быка, а в книге дворим, ни вожделей дома твоего ближнего, есть. А сразу после этого ни поля его, ни раба, а жена где? А жены нет. Значит, в нашем стихе упомянута жена, а в стихе, который в дворим, лотит авэ, ни вожделей, там жена не упомянута. Там вместо жены поля. Говорит Трампом, это не два запрещения одного и того же дела. То есть это не просто тот же самый запрет, который повторяется в Торе разными словами. Такого нет. Первый запрет – не пожелай, который высказан у нас в книге «Шмот», имеется в виду «не домогайся». Он запрещает приобретать с помощью различных уловок то, чем владеет другой. Конечно, имеется в виду, когда другой не хочет это продавать. Если кто-то захотел, если я очень возжелал мороженое и подошел к прилавку, где продают это мороженое, и сделал уловки, уговорил продавца мне его продать, и он с удовольствием мне его продал, взял деньги, то я, естественно, не нарушил никакого запрета. Имеется в виду ситуация, в которой человек не хочет продавать. Я спрашиваю, не угодно ли ему будет продать мне это. Он не соглашается, и тогда я начинаю упрашивать его, и занудничать ему, и уговаривать его, и посылаю к нему кого-нибудь, чтобы надавил на него, и начинаю ему объяснять, почему ему не... и так далее, и так далее. Вот в этой ситуации нарушается этот запрет. Это первый запрет. А второй запрет, вот и табы, он предостерегает даже от мысленных вожделений. В том случае, когда человек не готов продать мне эту вещь, не готов расстаться с ней или отдать мне ее, то тогда и даже мысленное вожделение запрещено. И вот из слов мудрецов, продолжая трампом, следует картина такая. Она поступенчатая. Что если человек увидел у своего ближнего какую-то хорошую, красивую вещь, и страстно ее выживал, лучше ему захотелось, чтобы она была у него. В этот момент он нарушил заповедь «Ло-Тит-Аве» – «Не вожделей». Заповедь, которая сказана в книге дворей. Снова, при условии, что тот не хочет ее дать. И когда вожделение возобладает над человеком, то он уже начинает… Следующая стадия. Он начинает изыскивать уловки, при помощи которых он сможет приобрести объект своего вожделения. И не успокоится пока, и не отступит, пока не вынудит своего ближнего продать эту вещь. Или обменять его на что-то другое. Возможно, может быть, даже на более дорогую вещь. Может быть, человеку так просто захотелось эту вещь, он так у него в воображении распалилось, что он готов заплатить намного больше, чем она на самом деле стоит. И вот если его усилия увенчаются успехом, и с помощью различных уловок ему удастся приобрести эту вещь, вот тогда он нарушит уже следующий запрет «Не пожелай». В случае, если прежний хозяин не думал это продавать. Значит, если… Получается так. Если мне чего-то захотелось, и хозяин готов это продать, все замечательно. Я это купил. Или, может быть, мне это захотелось, а он мне это подарил вообще, дал мне его даром, все замечательно. Если мне чего-то захотелось, а хозяин этой вещи не хочет мне давать, не хочет давать ни даром, ни за деньги, ни за глазик. Не хочу, и все. Тогда, если я страстно желаю, несмотря на его отказ, то тогда я нарушаю запрет, сказанный в книге «Дворин», «Лоти Тавы», «Не вожделей». Если вожделение настолько сильное, что я начинаю искать уловки для того, чтобы приобрести, и эти мои усилия увенчались успехом, вот в этот момент я нарушил второй запрет, а именно тот, который указан у нас в книге «Шмот Ло Тахмот», «Не пожелай». А если хозяин откажется продать или обменять вожделенный предмет, потому что очень любит его, и несмотря ни на какие уловки не согласен, и тогда человек пойдет, может быть, на преступление, то есть даже и на кражу, тогда он нарушит и третий запрет. «Не кради», все это возможно, все это пути, по которым человек... И чтобы понять это, то есть каким образом вожделение может привести к человека и к нарушению запрета «Ло Тахмот», «Не домогайся», и к нарушению запрета «Не кради», вдумайся в историю, которую рассказывает нам Танах про Навота. Что это за история про царя Ахава и Навота? Сказано в книге «Мбахи» следующее. И было после этих событий. У Навота, израильтянина, который жил в Эмек-Израэль, в долине Израэль, был виноградник в Израэле. И был он прямо возле дворца царя Ахава. То есть царь из своего дворца мог смотреть на этот виноградник в Шамроне. И говорил Ахав с Навотом. И сказал он, слушай, отдай мне свой виноградник, он будет мне огородом. У меня дворца маленький, приусадебный участок. Мне бы надо расшириться. Ты давай будь человеком. Отдай мне его. Потому что он рядом с моим домом. А я дам тебе вместо него виноградник лучше этого. Мог бы, конечно, это брать. У нас же правовое государство. Я тебе вместо этого дам виноградник получше. Если же угодно тебе, не хочешь виноградник, дам тебе денег. Скажи, сколько он стоил. И сказал Навот Ахаву, не дай им Бог, чтобы я дал тебе наследство моих отцов. Не могу сротаться. Ни деньги мне не нужны, ни виноградник. Это наследие моих отцов. Как же я продам? И пришел Ахав домой печально и встревожили тем словом, который сказал, наговорил ему Навот, изритянин. Потому что он сказал, он так резко ему отказал. Не дам я тебе наследство моих отцов. И настолько вожделение было сильное. Так ему захотелось, что он прямо слег в пасти. Отвратил свое лицо и хлеба не ел. Аппетита бедняжка лишился. Так ему хотелось купить этот виноградник. И пришла к нему жена его, Изевель, верная жена, царица. И говорил ему, чем встревожен твой дух, что ты же хлеба не ешь. Аппетит потерял. И сказал мне это. Потому что когда я говорил с Навотом из Израиля, и просил его дать мне виноградник, а он сказал, не отдам я тебе своего виноградника. И все. Ну, что скажет жена царю? И сказала ему Изевель, жена. И вот теперь ты можешь доказать, будь мужчиной, что ты скажешь, царь ты или не царь. Докажи, что ты властвуешь над Израилем. Встань, ешь хлеб, и будет твое сердце весело. Я уже устрою тебе виноградник на воду, израилетянин, а ты его получишь. Как это уже мое дело? А ты будь мужчиной. И написала она письмо от имени царя Ахава. И запечатала его печатью. И послала эти письма старейшим и знатным людям, которые заседали с Навотом в его городе. То есть знатным горожанам города Израиля. И написала она там в этом письме так. Объявите пост. Посадите Навоту во главе народа. И посадите против него двух негодяев, которые лжесвидетельствовали бы против него. И сказали бы против Навота, что ты проклинал Бога и царя. А потом вывезете его и казните. Бунтовщик. Тот, кто проклинает царя, он бунтовщик. Это уже ему полагается вышка одна. А если он еще и Бога проклинает, так это и совсем. Ну и в тот момент, когда царица написала такое письмо, то старейшины города ей подчинились. И сделали люди этого города старейшими знатными. Так они и сделали. Все как сказано. Нашли двух лжесвидетелей, объявили пост, посадили Навота. Те выдвинули против него обвинение. Тут же был скорый суд и его казнили. И послали к Изебеле сказать, Навот умер. И когда услышала Изебель, что Навот умер, она сказала Ахаву, встань, можешь наследовать виноградник Навота, который тебе не хотела дать его за деньги, ибо его уже нет в живых. Он уже лучше нет. Вот это схема, которую дает нам здесь пророк, по которой человек из-за того, что не в состоянии совладеть со своими желаниями, его влечение настолько сильное, так ему хочется этого, что он даже хлеба не ел, аппетит он потерял, разговаривать ни с кем не хочет, на жену смотреть не хочет. Все это толкает в конечном итоге его на то, что на преступление и на кражу, и на убийство. Сначала убийство, потом уже крашу. Есть еще более суд, это ему стоило трона и всего остального, но так или иначе динамика здесь такая. Итак, посмотрим, что говорит еще Рамбам не в Сефера Митцвот, а в книге «Яда Хазака» в «Илхот Гзила Вавида» в «Законах о воровстве». Поднимает он ту же тему и выстраивает ту же схему трехступенчатую эскепку. Всякий, кто возжелал раба, принадлежащего своему ближнему и рабыню, и рядом с имуществом, и любую другую вещь, которую можно приобрести, и стал настойчиво домогаться этой вещи, упрашивая, упрашивал, или давил через друзей, его одного давления не хватило, он начал просить, чтобы друзья замолвали словечко. И добился того, что купил ее, даже если он заплатил за нее большие деньги, все равно нарушил заповедь «Не пожелай». Заповедь, которая высказана в декалоге. И этот запрет он нарушает только тогда, когда приобретает желанную вещь в соответствии со сказанным «Не пожелай серебра и золота, которые на них, чтобы взять Сибирь». То есть это желание, которому сопутствует действие. А тот, кто вожделел к дому своего ближнего, его жене или утваре, а также к другим вещам, которые можно купить у него, и стал размышлять, планировать, каким бы образом можно приобрести эту вещь, и соблазнился своим сердцем, он нарушил другую заповедь. «Квосящую не вожделей, лотит, а вы». А вожделение – оно только в сердце. Вожделение – оно приводит к желанию, а желание приводит к грабежу. Вожделение – желание, то есть домогание, когда человек домогается, и если не получается домогательством, то и грабежу. Ибо если хозяева не захотят продать, несмотря на посыл денег и давления через друзей, он дойдет и до грабежа. Получается, заключает Рамбом, что тот, кто вожделеет, он нарушает один запрет, тот, кто приобретает вещь благодаря давлению, которое и усилиям, и уловкам, которые он приложил, он в таком случае нарушил два запрета, и лотит, а вы, и лотахморт. А если еще и в конечном итоге не согласился все равно, несмотря на все уловки и давление, согласился продать, и он присвоился другим способом, то тогда нарушает он три запрета. Вот это себе возможности. В соответствии с тем, что мы сейчас сказали, по словам Рамбом, получается, что весь предыдущий друж, с которого я начал урок, он не к месту, ибо дружь основывался на том, что на второй скрижале заповеди расположены так, что начинаются они с запретов, касающихся конкретных действий, не убивай, не кради, не пролюбодействуй, затем идет к речи, запрет лжествительства, а потом уже идет к желаниям. По Рамбе получается, слово лотахморт здесь не имеет такого отношения, это не запрет желания, а это запрет конкретных действий, домогательств, когда человек домогается какой-то вещи. Ну, а теперь другой вопрос. А все ли согласны с Рамбом? Нет ли других мнений? Есть. Книга заповедей, Смаг, пишет он так. Запрещающая заповедь, в десяти заповедях написано, в десяти слове написано «не пожелай», а еще написано «не вожделей». И это одно и то же. Одно и то же. Прямо то, что Рамб говорит, не может быть, что это одно и то же. Говорит, а Смаг? Ну, ничего подобного. Это одно и то же. Запрет тот же самый, высказан разными словами, и это запрет, касающийся только мыслей и чувств человека. Он продолжает спорить с Рамбом. Смаг знает мнение Рамбом и полемизирует с ним. Нет оснований говорить так, как Рамбом, то есть который разделяет, что это два разных запрета. Один запрет на чувства, а другой запрет на действие, на домогание. Потому что написано, как там написано? Ведь по поводу, в нашем случае, когда написано «Лот Ахмод», «Не домогайся». Мы объяснили, что имеется здесь в виду не просто желание, а запрет домогаться. Там написано «Жена». не пожелай жены ближнего своего и его дома, и его раба, рабыни, быка, осла и так далее. А второй запрет, который Рамбом отвел только к тому, что человек вожделеет в сердце и не делает никаких действий, там жена не упомянута. Там написано «Не вожделей дома твоего». А по мнению Рамбама получается, что дом – это более тяжелое нарушение, чем мужняя жена. Ведь выходит так, что по отношению к дому, когда человек нарушает запрет, только если он, по отношению к дому он нарушает запрет, даже если он только возжелал его в сердце. Даже если только есть у него вожделение в сердце. А по отношению к жены, жена упомянута только там, где написано «Лот Ахмод». Не пожелай, то есть не домогайся. Стало быть, только тот, кто домогается чужой жены, нарушает запрет, а не тот, кто вожделеет ее в сердце. Это уже нонсенс, это уже абсурд. Не может же быть, что чужая жена менее строго, чем чужой дом. Это возражение Смага. Получается, по мнению Смага, запрет он один, только высказан разными словами. Разные слова, синонимы. Понятно, что между синонимами должно быть какое-то различие. И Мальбин объясняет, что это за различие. Нет двух синонимов, которые абсолютно одинаковые. Всегда между ними есть какое-то различие, хотя бы какой-то нюанс. Мальбин, который очень много работал над объяснением именно этих самых нюансов, которые различают синонимы, он пишет следующую вещь. Что касается хинда, желания, оно происходит от ощущений, от вещи, приятных для глаз. То есть хинда – это такое движение души человека, когда он что-то зафиксировал своими глазами, вещь ему зрительно понравилась. И только затем уже начало работать воображение. Воображение на себе представляет, что он обладает этой вещью. И от этого ему хочется, у него появилось желание. Это хинда. В отличие от этого тава. Поэтому в нескольких местах в Талмуде слово хинда употребляется вместе со словами «услада для глаз», «махмад и наим» и так далее. То есть это та вещь, которая приятна глазу, и будучи приятной глазу, она возбуждает у человека желание ей обладать. А что касается тава – влечения, то здесь имеется в виду влечение, которое может возникнуть без всякого зрительного контакта. Как, например, написано «Ки тава нашу, ибо вожделеет душа моя поесть мясо». Человек может сидеть в автобусе и не видеть перед собой ни куска мяса, ничего, и думать о том, что ему очень хочется есть, и хорошо бы сегодня на обед съесть кусок мяса. Не нужно видеть мясо для того, чтобы пожелать его поесть. Аналогично написано про царя Давида, когда он во время одной из своих военных кампаний захотел, и тава, появилась у него тава – вожделение, влечение – выпить воды из колодца его родного города Бейтлехэма. Правда, что делать? Город Бейтлехэм был занят врагом, и для этого его молодцы спецназа должны были пробраться туда, в Бейтлехэм, незамеченными, и зачерпнуть воду из того колодца. Это было совсем непростое дело. Так или иначе, снова, это не то, что он пришел в Бейтлехэм, посмотрел на колодец, и ой, как ему захотелось попить. Это вещь, которая возникает, то есть слово «тава» означает влечение, вожделение, которое возникает необязательно в результате зрительного контакта. Теперь, говорит Ра, мальбом и понятно, почему в стихе в книге Шмот, там, где написано «Лот-Тахмот» не пожелаю упомянутые жена, ибо вожделение к жене возникает и на следствии того, что человек увидит. Вряд ли человек вдруг захочет жену своего ближнего, если никогда он ее в жизни не видел. Именно то, что он ее и видел, включило у него и желание, влечение, вожделение и так далее. Так или иначе, после всех этих рассуждений мы видим, что есть достаточно много мнений, которые действительно считают, что этот запрет, который упомянут у нас, «Лот-Тахмот», запрет, относящийся не к действиям, а к чувству, к желаниям, к влечению. Отсюда два вывода. Первый, в общем-то, мы уже сделали в самом начале урока, то есть тогда это уже был не вывод, это уже было утверждение, может быть, голословное, а теперь оно получило подтверждение. То есть Тора распространяет свои заповеди не только на область поступков человека, но и на область его мыслей, но и на область его чувств, желаний и стремлений. Что касается мыслей, это вроде понятно. То есть есть правильный образ мыслей, есть неправильный образ мыслей. И человек должен приложить усилия, каким образом он исполняет эту заповедь, он должен приложить усилия к тому, чтобы иметь правильные мысли. Если, скажем, есть запрет на идолопоклонство, то человек, который думает про многобожие, он должен для этого поработать своими мозгами, чтобы разобрать этот вопрос, изучить, понять, что это не так и принять на веру единобожие, монотеизм. Но что касается чувств, мысли мои, я еще понимаю, я могу мыслить, я могу делать усилия для того, чтобы передумать, обдумать, обсудить, прийти к каким-то выводам, это еще понятно. Но ведь нас с детства приучали к тому, что чувства, они не в нашем распоряжении, они не в нашей воле. Чувства приходят к нам, они захлестывают нас и уходят от нас. Вся европейская культура, которая выросла, она вся пронизана именно этим отношением к чувству. Чувство – это то, что вне власти человека. Оно приходит к человеку, не спросив его. Оно и уходит от человека без спроса. Но человеку и хотелось бы, чтобы это чувство осталось. Оно ушло. В особенности всегда подчеркивают это по отношению к такому чувству, как любовь. Известное английское выражение «to fall in love» – влюбиться означает «to fall in love», то есть буквально упасть в любовь. Вот так человек шел, потом, как он падает в лужу или еще как-нибудь, шел, шел, что он случайно упал. Не то, что человек возлюбил кого-то. Нет, он упал в любовь. Влюбился. Ну и точно так, как человек упал в любовь, точно так же запросто он из любви выпадает. То есть ему, может быть, хотелось бы продолжать любить свою жену, но ничего не получается. Чувство ушло, и все. Оно пришло к нему без спроса, и ушло тоже, не спросив его желания. Так нас приучили мыслить, воспринимать. И поэтому подобное утверждение, что Тора здесь вторгается в сферу человеческих желаний и говорит «не желай, не возжелай, не пожелай», звучит на самом деле дико. Я бы еще понял, что Тора сказала бы, несмотря на то, что ты желаешь, несмотря на то, что у тебя есть влечение к жене своего ближнего, но не моги. Нельзя. Понял. Своё желание постараюсь не удовлетворить. Постараюсь, ну как сказать, не пожелай, не возжелай. Разве чувства в наших руках? На самом деле выясняется, что вот это вот наше ощущение того, что чувства, они от нас не зависят, и они нас только захлестывают, это самообман. И для того, чтобы этот самообман вскрыть, еще древний комментатор Абе Абрама Бенезра дает нам несколько примеров. Вот его слова. Многие люди удивлялись этой заповеди. Как может человек не желать того, что ему нравится, того, что привлекает его взор? И отвечает он притчей. Приведу тебе притчу. Зная, что крестьянин, если у него есть хоть капля рассудка, увидев царскую дочь, не станет предаваться желанию возличнее, ибо он понимает, что это неосуществимо. Я поясню, что он имеет в виду. Идет крестьянин. Абе Абрама Бенезра живет в раннем Средневековье, XII век, Испания, с тем переезжает на восток. Вот представим себе крестьянина цехи. Приехал в город, идет по улице, и в этот момент по городу, по улице проезжает золоченая карета, на которой сидит разряженная и раскрашенная принцесса, царская дочь. Приезжает к ней. Не секрет, что обычный нормальный мужчина, когда мимо него проходит или проезжает в карете привлекательная женщина, у него в его воображении возникают различные картины воображения. Как это писал в свое время профессор Ишайов Лейбович, что если бы изобрели такой прибор, он даже дал ему виртуальное название автоцервер-бироскоп, при помощи которого можно было бы подключить электроды к человеческому мозгу и высветить на экран, что у него в воображении происходит, то многие люди сильно-сильно бы краснели, когда высвечивалось бы на экране то, что у них в мозгу происходит при виде своих собственных фантазий. Но они и есть. Нормальный, у нормального мужчины это безусловно есть. А если мы сейчас придем с нашим автоцервер-бироскопом тому самому крестьянину от церкви, который в 12 веке стоит на улице в городе Севилья и смотрит, как по улице едет карета, золоченая карета, на которой принцесса. Он тоже себе начнет представлять? У него тоже включатся какие-то фантазии? Конечно, нет. Очевидно, что нет. Почему? Да потому что понимание классового барьера между крестьянином и между принцессой, оно такое, что он ее вообще как женщину не воспринимает. Поэтому не происходит там. Там стоит такой блок, что никакие фантазии не включаются. Продолжает дальше людям, современникам Ибнезра и даже после этот пример очень-очень понятен. В 21 веке, когда смятены такие классовые различия, может быть, менее понятен. Ибнезра продолжает. И такой же крестьянин не станет, словно умалишенный, мечтать о том, что у него вырастут крылья и он воспарит в небеса, ибо и этого быть не может. То есть, то, что человек воспринимает как нонсенс, как невозможное, как абсолютно нереальное у него не возникает желания. И самый сильный пример. И не испытывает человек похоти к собственной матери. Он, конечно, психически здоров. А может, потому что мать уже стара? Нет. Даже если мать красива, ибо его с молодых ногтей человек не воспринимает свою мать как женщину. Нет у него сексуальных фантазий по отношению к своей матери. Не существует. Почему? Потому что это не может быть. Это не может быть, потому что это не может быть совсем. Соответственно, у человека даже желание не возникает. Точно так же, продолжает Ибнезер, всякий разумный человек должен знать и понимать. И если он это не понимает, должен себе внушить это, что красивая жена или богатство они даются человеку не за его мудрость и знания, а наделяются ими по производству по воле бога. То есть не то, что есть где-то в мире такой распределитель, в котором хорошим людям дают красивую жену и удобную машину, потому что они умные, потому что они хорошие. Здесь совершенно другие законы. Бог распределяет. Кому-то дал, кому-то не дал, кому-то дал что-то хорошее, кому-то дал что-то нехорошее. И это сознание должно войти в человека. Человек должен внедрить в себе это сознание. Благодаря этому, этому сознанию, разумный человек не вожделеет и не предается желанию. Нет у него этого. И мужняя жена, поскольку она запрещена ему богом, в его глазах гораздо недоступнее, чем царская дочь, чем принцесса для крестьянина. Принцесса для крестьянина это всего лишь классовые барьеры. Да, они очень сильные, да, они очень серьезные, но нельзя сказать, что они непреодолимые. Раз бы не было случаев в истории, что принцы женились на крестьянских дочках или наоборот. Не рассказывали нам сказку про кота в сапогах, о том, как можно было проделать весь путь карьеры от нищего сына Мельника и до Маркиза, как там было Маркиза Карабаса и так далее. Есть какие-то, но если человек понимает, что жена дана другому человеку богом, и она не твоя, она чужая, а то, что чужая, тебе богом запрещено. И если богом запрещено, это значит, этого не должно быть совсем, этого не может быть. Тогда у человека не возникает желания. То есть весь вопрос объясняет здесь Ибнезра. Как человек относится к западу? К западу можно относиться по-разному. Отношение такое. Есть у другого человека есть чужая жена, привлекательная. Привлекательная. Вот хорошо бы и у меня она была такая. Но нельзя. Тора запретила. Это можно, конечно. То есть можно с ней завести роман. Реально. Но Тора запретила. Тогда что получается? Тогда человек хочет, вожделеет. У него есть химда, у него есть вожделение, у него есть влечение, но он себя останавливает. Соответственно, нарушает запрет Лот Ахмад. Он не нарушает запрет, тышь и тышь, он не нарушает запрет прелюбодейства. Это нет. Но запрет Лот Ахмада нарушает. А есть другое отношение. Совершенно иное. Какое? То, что Тора запретила, этого не может быть. Это нонсенс. Это невозможно. Это абсолютно невозможно. И если это абсолютно невозможно, тогда и желания не возникает. каждый курильщик, который начал, будучи курильщиком, соблюдать субботу, он знает, как он проходил эти самые стали. Вначале, когда он начал соблюдать субботу и попытался перестать курить, он знает, что ему жутко хотелось курить. Но в какой-то момент это прекратилось. Вдруг человек, выкурив последнюю сигарету перед каббалат-шаббат, перед вечерней молитвой в шаббат, забывает о куриве. И на протяжении почти всей субботы у него не возникает желания. Это даже человек, который выкуривал целую пачку или больше, или даже может быть две пачки сигарет в день, желания не возникает. Почти всю субботу мы проведем, почти. Потому что на исходе субботы вот тогда сразу можно видеть людей, которые молятся в первом, первый миньян в муцеи-шаббат, это миньян курильщиков. Некоторые из них уже приходят на марив, уже спать сигарет в кармане, сразу после богу присосаться к своей сигарете. Что произошло? Происходит блок в сознании. В тот момент, когда наступает суббота, и человек уже понял, что в субботу нельзя курить никак, это не то, что хочется покурить, только что нельзя. Нет, в субботу это не может быть, это запрещено, это нонсенс, это не может быть совсем. Как только есть такой блок, блок мысленный, он блокирует желание, желание не возникает. Но как только человек приближается, он уже сюда шлишит, и он приближается к концу субботы, и тот вспоминает, что еще немножко, еще скоро, еще скоро, суббота заканчивается, может будет прикурить. Вот здесь появляется желание. Как только он этот блок снял, желание вот оно, тут как тут, оно никуда не ушло, оно моментально возникает. Выходит, что наши желания, то есть та самая вера, что якобы желание вне нашей власти, и что желание нас захлестывает, как там но сердцу не прикажешь, это неверно, сердцу прикажешь, и еще как прикажешь, наше сердце послушно нашим мыслям, наше желание, это результат наших мысленных установок. То, что мы воспринимаем как возможное и реальное, может быть труднодостижимое, но все-таки возможное и реальное. По отношению к этому у нас возникают желания, стремления, влечения и хотения, но то, что мы воспринимаем как невозможное абсолютно, к этому нет желания. Стало быть, и Бенезра здесь начертал нам путь, что должен сделать человек, каким образом он должен себя вести, чтобы исполнить эту заповедь, как не пожелать жены своего ближнего, как не пожелать имущества своего ближнего, которое, может быть, тебе очень нравится. Человек должен здесь внушать себе, пройти вот тот самый порог, перейти от порога, в котором воспринимаются вещи, они могли бы быть мои, но что делать, Тора запретила, и я слушаю Тору, я отказываюсь, тогда у человека есть это желание перейти на новую ступень, это внушить себе, что то, что Тора запретила, я этого не могу получить никак, ни в коем случае, это невозможно, это нельзя, это нонсенс, этого не может быть, потому что нового может быть совсем. Тогда, если человек внушает себе это, тогда он может действительно соблюдать ту самую заповедь, которая высказана у нас, вот Ахмод, вот Ахмод, не пожелай, не своего, как там сказано, ни жены своего ближнего, ни его дома, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни его осла, ничего, что принадлежит твоему ближнему. вот это последнее речение в декологе, и здесь действительно мы еще раз видим то различие колоссальное, которое есть между заповедем в декологе, не 10, и между любым моральным, нравственным кодексом, между любыми моральными нормами общества. нет, ни одного такого морального кодекса, который внедрялся бы во внутренний мир человека, который внедрялся бы в его желание, устремление и влечение. Едем дальше. Закончилось 10-словие. Говорит Тора дальше, 20 глава, 18 стих. А весь народ видел звуки и языки пламени, и звук шафара, и дымящуюся гору, и увидел народ, и дрогнули они из стали породы. И сказали они мужа, говори с нами ты, а мы будем слушать, и пусть Бог не говорит с нами, а то мы умрем. И сказал мужа народу, не бойтесь, ведь Бог явился для того, чтобы возвысить вас и для того, чтобы страх перед ним был у вас, чтобы вы не грешили. То есть вот это вот явление, этот непосредственный контакт с Богом, это только для того, чтобы страху на вас нагнать и в дальнейшем чтобы вы не грешили, но не для того, чтобы, не дай Бог, вас уничтожить. И стал народ поодаль, а муше подошел к амгле, где Бог. Стоп, стоп, стоп. Что здесь написано? Когда это произошло? Это произошло после того, как были сказаны 10 речений или до того? Получается, здесь картина такая, народ Всевышний говорил со всеми, и народ весь видел звуки пламени, языки пламени, звук шуфара, и очень все было страшно. А после того, как было страшно, сказали, все, все, мы не хотим больше, все, мы поодаль, а вот ты говори, и потом ты нам скажешь. Как что? Это было после десятисловия? А все тогда 10 заповедей, все 10, весь декалок, все десятисловие, все слышали, все вместе? Наши мудрецы в Талмуде говорят не так, что только первые две заповеди слышали все вместе. Харамбан объясняет здесь последовательность событий следующим образом. Мне кажется верным, что эта глава изложена тематическими фрагментами, то есть то, о чем рассказывается вот в этих строках, которые мы сейчас прочитали, а весь народ видел звуки, и то, что сказали о немуши, это произошло до дарования Торы, то есть хронологический порядок здесь нарушен. Это даже Рамбан признает, который обычно старается объяснять, там, где по умолчанию объяснять последовательность, как хронологическую. Здесь мы вынуждены сказать, что это не так. Ведь сначала были переданы по порядку все слова Всевышнего, то есть Тора поначалу высказав первые слова, которые Всевышний направил, она не остановилась там и сказала, после того, как народ услышал первые слова, он жутко испугался и попросил, и сказал, все, пусть Бог говорится с нами, мы будем слушать, и пусть Бог не говорит с нами. Можно было бы, если бы мы хотели, настаивали на хронологической записи вещей, так нужно было бы сделать. Но Тора, дав первые слова из десяти слов, продолжает его все до конца. Сначала были переданы по порядку все слова Всевышнего, обращение к Муше, повеление провести, границу, все приготовления, чтобы люди не сходили на гору, затем десять речений. А вот теперь уже сообщается о том, что говорил народ с Муше, когда увидел звуки плана, что было в самом начале, когда только были переданы десять речений, и когда сами Израиля тогда содрогнулись и встали по отдам. Значит, последовательность была следующая. Наводим порядок в Трамбан. С наступлением утра шестого месяца, шестого числа месяца Сиван, над горой Зинай были звуки молнии, шофар, трубил очень громко и так далее. Утро шестого Сивана. Но Шхена не спускалась на вершину горы. Тогда содрогнулся весь народ, который был в стане, где они еще были в лагере. Страшно было. Муше укрепил их сердца и вывел их навстречу, то есть вывел их из лагеря к горе Синай. И тогда они стали у подножия горы. Когда они уже собрались там, у подножия горы, вот тогда уже появилась Шхена. Тогда сошел Бог в огне. Сама гора сильно содрогалась и сотрясалась, как это бывает при землетрясениях. Звук шофара становился все сильнее. И вот тогда-то, увидев эти звуки и пламя, и содрогнулись все и встали поодаль, и тогда попросили, пусть Бог не говорит с нами, иначе мы умрем. Так как от того, что они увидели, они просто лишились сил. И если они еще услышат еще его речения, так уж точно лишатся сил. Может, я ответил им, приободрил их, не бойтесь. Как сказано здесь, не бойтесь. Бог явился для того, чтобы возвысить вас, и чтобы страх перед ним был у вас, чтобы вы не грешили. Только для этого. Поэтому люди вняли ему и стал народ поодаль. То есть не убежали обратно в лагерь и не спрятывались по своим палаткам, а продолжали стоять у горы Синая, только чуть поодаль, то есть на том же месте, но подойти вплотную к границе, прямо совсем там, где можно было и то место границы, до которого можно было дойти, вот туда они и не подошли. А Муше один-единственный, приблизился к Мгле, в который скрывался Всевышний и так далее. Однако здесь не упоминается то, о чем говорили старейшины просили, чтобы он прекратился. Это действительно был разговор старейшины с Муше, они пришли к нему с этим после Ацерет-Адеброд, после Десятисловия, но здесь в тексте об этом не сказано, сказано об этом только в книге. Дворим, когда Муше напоминает еврейскому народу о том, что было. И Всевышний согласился с ними, потому что действительно таким был его замысел, то есть замысел его был только один, чтобы они услышали только начало, услышали обращенный к ним голос Всевышнего, увидели и ощутили и поняли и восприняли, что Всевышний с ними говорит, и этого достаточно. Веру в Бога на этом уже вполне можно основать, а уже дальше изложение всей Торы, оно будет проходить через Муше, и только то, что пройдет от Всевышнего к Муше и дальше к еврейскому народу, только то будет Торы. Субтитры создавал DimaTorzok